Амитисов Георгий, приветствую! Георгий, передаю слово тебе, твоя часть. Я встану, так, я не знаю, как там по трансляции, ну нужно встать, надо было бы сюда при этом приходить. В общем, да, всем привет, меня зовут Георгий, я сегодня вам расскажу такую информацию, после которой вы придете домой, станете совершенно другими людьми. Вот такие вот дела, да. Сегодня я у вас тут в качестве блогера, специалиста по рекламе и журналиста, поэтому сейчас я вам расскажу информацию, можете задавать мне вопросы, связанные с этим телом. Все, погнали, вы готовы. Да. Следующий слайд. Настоящий блогер, кто он? Блогер это человек, который хочет заявить миру о чем-то, мнению которого прислушиваются. За ним следуют, блогерами хотят быть, хотят быть на ними похожими. Вы, наверное, знаете, да, блогеров называют инфлюенсерами или лидерами мнений. Чтобы обладать своим мнением, нужно обладать знаниями, постоянно учиться, анализировать информацию, посещать форумы, всероссийские, местные. Даже вот встреча сегодняшняя, которую мы проводим, вы большие молодцы, что нашли время, пришли сюда обучаться. Это уже дорогого стоит, потому что я на самом деле не ожидал, что у вас будет даже вот столько, я думаю, человек будет два придет. Ну, типа, в кануле здесь надо обучаться. Ну, сейчас легче тиктоки посмотреть всякие, полистать, занять себе это. Хочу задать вам вопрос. Чем отличаются жвачка и книга? Да, ты правильно ответил. Смотрите, точно так же и с блогерами. Есть блогеры жвачки, а есть блогеры книги. Смотрите, у вас есть пачка жвачек, там есть очку. Вы одну взяли, пожевали, она вкусная, она сочная, упаковка очень красочная, красивая. Ну, ты пожевал, выкинул. Взял следующую жвачку, выкинул. Это блогеры жвачки, они быстрые. Это блогеры, которые хайпуют, набирают просмотры, лайки и они забывают. Блогер книга – это человек сознания. Ты его посмотрел, прочитал и поставил на книгу, на полку книгу эту, да? Через время ты вспомнил, как тебе было хорошо, когда ты эту книгу читал, ты ее взял и перечитываешь. Следующий слайд. Как стать блогером, если закрыты Инстаграм и Ютуб? Первое – это нужно отбросить все свои переживания, потому что социальные сети – это лишь инструмент, на котором вы играете. Смотрите, вот у вас есть гитара, да, гитара. Инстаграм это или Ютуб закрыли, все. У вас эту гитару отобрали. Вы на ней хорошо играли, отобрали все. Но навык, который у вас был – редактировать фотографии, снимать видео, он у вас остался. Вы возьмете другую гитару и начнете на ней играть. Да, будет адаптационный период, потому что гитара новая, у нее может размер отличаться, струны не металлические, а не илоновые. Придется приноровиться, но останется у вас, в общем, навык. Поэтому сейчас золотое время для того, чтобы учиться снимать видео, фотографировать, редактировать, фотошопить. Будет очень классно, если вы прям после этого мастер-класса сразу же создадите свои странички в наших социальных сетях. Ну, очень много сейчас появляется в социальных сетях, где ниши не заняты. В YouTube, в Instagram там уже все занято. Бьюти-блогеры, девочки, там конференция нереальная, психологи нереальные. А наши социальные сети только развиваются, поэтому можете, в принципе, стать там как биткоин. Кто знал в 2005 году, что, да, сколько тогда биткоин стоит рублей 100, сейчас он стоит 4 миллиона. Вы можете стать тем же биткоином, в принципе, сейчас в нашем социальных сетях. Даже лучше, чем биткоин вы станете, я в вас верю. Главное просто не сидеть на диване, а что-то делать. Но, есть большое «но». Просто снимать видео, просто уметь работать с графикой для блогера сейчас недостаточно. Если вы хотите быть блогерами-жвачками, это достаточно. Если вы хотите выбрать путь блогера книги, нужно, естественно, поработать. То есть, блогер – это как такая самодостаточная единица, как журналист. Блогер также должен во многом разбираться и многое знать. И вообще, если вы решили встать на путь публичности, вы должны понимать свою ответственность. Каждое ваше слово будет под прицелом, каждое ваше слово будет конкретно влиять на людей. То есть, если вы хотите быть публичным человеком, просто от балды что-то сказать, ну, это останется у людей, вы будете формировать их взгляды, поэтому к этому нужно относиться серьезно. Очень важно читать книги. И вообще, книги очень разные. Почему? Чем больше книг вы читаете, тем больше вы знаете, тем больше ваш словарный запас, тем интереснее вас слушать, тем вы становитесь авторитетнее для людей. Они к вам прислушиваются, хотят следовать, походить на вас. Вы видите, да, всякие в интернете подборки, какие книги читать. Ну, все советуют вам, какие книги читать. Я вам скажу так. Советы эти слушать не нужно, потому что конкретные книги, которые советуют вам, могут не подойти. Если вы сейчас не читаете, но хотите, да, у вас планы, начните читать то, чем вы интересуетесь, тем вы. Если вам нравится спорт, читайте про спорт. Я вообще начинал читать с журналов. Честно признаюсь, вот эти, JQ, Forbes, я покупал себя, чтобы читать. Потом меня увлекло, завлекло, и буквально за 4 года я фотографии не приложил, у меня 150 книг в библиотеке я собрал, на разные темы. Мы и вообще, если вы будете читать то, чем вы интересуетесь, вы будете в процесс вовлечены. И со временем книги будут находить вас сами. Ваши интересы будут меняться, и книги будут появляться сами собой, вы будете читать, и первая книга, от последней книги, которую вы будете читать, будет кардинально отличаться. Следующий совет. Как справляться с депрессией, оттуда еще два вдохновения. Начнем с того, имею ли я вообще право рассуждать на эту тему. Это же психология. Какой? Чего вообще? Я имею право рассуждать на эту тему, потому что я учусь в Кубанском государственном университете на факультете управления и психологии. Плюс у меня огромный опыт взаимодействия с людьми, общения. И во многих ситуациях я был, в которых я наработал свои методы, как решать вот эти состояния серые, депрессия, вот эта хандра, когда тебе ничего не хочется. Я вам хочу сказать, что эти состояния появляются от рутин, когда каждый день у нас один и тот же. Ничего нового. Наверное, вы замечали, смотрите, если бы вы не запланировали свой день. Кстати, самое интересное сейчас. Вы успели. Наверное, вы замечали, что когда вы не подумали с вечера, что будете делать на следующий день, вы рассудите примерно так. Вы просыпаетесь, телевизор включили, кто-то позвонил, вы поговорили, тут кто-то позвал, тут уже вечер, день прошел, а день пустой. И так повторяется. Но, когда вы спланировали свой день, когда вы написали, что будете делать, уже к вечеру вы себе скажете, я сделал это, я починил вот это, я вот это убрался. То есть, какие-то маленькие вещи, но день у вас будет наполненным. Вот точно так же и жизнь. Если вы наполняете каждые своих дней, расписываете, что вы будете делать, у вас будет много насыщенных дней. И жизнь, соответственно, будет насыщенная. Жизнь у нас насыщенная, мы счастливые, депрессии нет. Если счастливые мы, счастливые рядом люди, потому что мы эту энергию излучаем. Вот такие дела, да. Я желаю вам прежде всего быть хорошими, добрыми людьми, ответственными. Это самое важное. Все остальное, оно прибудет с вами. Желаю вам быть блогерами, книгами, не блогерами, жвачками. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Ребят, предлагаю перейти к вопросу. Да, давай. Давай. А какой издатель с этим будет? Смотри, у меня в YouTube 21 тысяча подписчиков. Жорко. У меня канал, можете прям сейчас посмотреть, пока не заблокировали. Instagram, как вы знаете, вчера заблокировали. Да. Все. Да. Там у меня было 4 тысячи. Очень жалко, как вы себя чувствуете. А мне не жалко, в принципе. То есть, будут новые социальные сети, будет новая платформа. Давай. Как вы пришли в мою сферу и как начали развиваться? Так, так. Мы с мамой пошли в магазин, в гипермаркет. Там были скидки за наклейки. Вот, нужно было... Да, нужно было собрать буклетик с наклейками, и тогда портфель будет стоить не 2 тысячи, а 500 рублей. Вот мы собрали, я купил этот портфель, и я решил, что нужно рассказать людям. Пусть берут себе портфель. Да, было это акцент, вы последовали сферам, которые не бываете? О, это очень... Там сферам болистры были. Нет, нет, нет. Нет, ладно. Вы там учите акценты. Я снял обзор, выложил в YouTube. Вот, это 10 лет. Да, это лет 7 назад. Давайте посмотрим. Вот, и все. И там сейчас, по-моему, 17 тысяч просмотров. Это вот первое видео было. Вот так вот. Мне захотелось поделиться с людьми, что вот, портфель без рублей вы можете тоже. Вот так вот. Потом начал снимать пародии на блогеров, на известных, на Ивангая снимал. Хайп нереальный был. Вот Ивангай прокомментировал и лайкнул. И от него стали подписчики приходить. Там сейчас... Сколько там просмотров? Наверное, 1400 на той пародии. 42, да. Вообще, сразу хотелось что-то показывать людям. Определенной темы не было. Я не знаю, что конкретно снимать. У вас тоже может такое возникнуть. Ну, что снимать? Признаюсь, я был блогером-желачкой. Да, и вот я снимал все подряд. Все сапоги, да? Да, то есть, смотрите. Ну, это путь, на самом деле, не очень. Вот, смотрите. Я снял паролью на Ивангая. Я снял приколы на 1 апреля. Приколы на 1 апреля, там 500 тысяч. Оно в топ YouTube, оно первая рекомендация была. И люди на меня подписались и за Ивангая, и за приколов. А как только я начал что-то умное выкладывать, 2000 просмотров, 500 просмотров. То есть, люди подписываются не из-за твоего внутреннего мира, да, а из-за того, что ты вот что-то смешное пукнул где-то. Вот им понравилось, они подписались. И все. Если хотите строить такую именно карьеру блогера-книги, лучше определить тему и вот двигать ее. Люди будут из-за нее подписываться. А какие книги у ваших слов есть? Ну, например, направляющие. И книги посоветуют? Да. Ну, смотри, то, что тебе интересно, нужно читать. Смотри, какие направляющие читают? Вам все интересно? Мне интересно, в художественной литературах это раньше, я ее ненавидел. Из-за ровняки, где-нибудь? Наши. Я вам советую прощать Беляева, Ариэль. Запишите, вот прямо на голову бывает. Я с нее начал читать художку. Мне очень интересно биографию людей читать. У Шварценеггера интересная. Он рассказал, как там в Голливуде он, как он стал губернатором. Все очень интересно. И что еще? Психология. О, психология. Ну да, всякие вот эти, не сын, не мой. А, да. А, да. Чего, блядные книги. Ну, хорошие. По поводу психологии. Я настолько много ее читал, что меня от нее уже тошнит. Вот эти книги, вот эти, мотивация, цели. Деньги. Как стать миллиардером, да, за один день. Ну, это, это, это путь. Это нужно было мне прочитать, да, чтобы понять, что, ну, из этого всего можно было вот так, знаете, прочитать и это не читать. И понять. А вот эти книги, которые вы прочитали, они вам помогли в моем блогерской системе? Они меня сформировали, да. Каждая книга, вот я думал, вау, я читал, думал, вау, вот тут вот классные мысли написаны. Сейчас я ее год назад вспоминаю, господи, господи. Я бы сейчас такое бы не читал. Но на тот момент у меня мозг взрывался от того, что класс. Класс. А если у меня, может, это тоже что-то нравится? Семенька. Нет, ну, это классный, писанатский. Да. Художка? Да. Ну, у меня тоже психология Зигнад Фрейд. В смысле? О. Вот. Что вам еще рассказать? Ну, куда тебе пожелать начинающим блогерам? Ну, например, я вот начинающий блогер, в сфере, вот, можно, футболкинг, как бы, все, что можно делать? Смотри, ищи разные активности. Ну, я думаю, ты так участвуешь, в конкурсе активности разные. Конечно. Нужно всегда проявляться. Быть на виду, если ты хочешь быть в мелиосфере, публичным человеком, нужно проявляться. Участвовать в конкурсах, на фестивале ездить. У нас есть Таврида. Все в курсе? Таврида. Кто будет? Принциплина. Ну, вы же еще не студент или студент? Нет. Вот будете студентами, да, уже на первом курсе можно ехать на Таврида. Там медиа-движуха прям суперская. Если ты прям классно готовишь? Ну, типа, да. А по поводу съемки видео и монтажа ты как? Ой, ты не ко мне, я не умею делать. Прокачивай. А то участвуй в нашем онлайн-нагазине. А вообще, кто из вас уже блогер такой действующий? Есть такие? Ну, не знаю, с вас больше. Ну, кто-то начинал, может быть, 50 подписчиков там. Это, 20 тысяч было. У тебя было 20 тысяч? Ну, а кому? А ну-ка, расскажи, о чем? Ну, а кому? А ну-ка, расскажи, о чем ты делал. В тик-токе? В тик-токе? Да. А что случилось? Просто забросила. По-моему, сейчас, да? Вы нельзя буквально за тик-токе. Да, все там в онлайн-браузер. Слушайте, а вообще, а насколько вы хотите быть блогерами? Вообще сильно. Какая мотивация? Деньги? Нет. Ощущения с новыми интересными людьми. А вот общения, зачем я блогерство? Ну, это же рядом люди. А вдруг есть люди, которые далеко-далеко от меня. Да, возможно, я с ними даже не увижусь, но все же интересно узнать, какие люди, может быть, храницы разные. Хотелось бы узнать. А есть у тебя такое, что ты хочешь свою точку зрения отдать людям? Есть, но, возможно, какие-то такие люди, которые будут ее критиковать. Зачем мне это надо? Психи. Лучше держать себе. Хейтеры. Ну, более не в любом случае. Да, но зачем? Мне и так кажется, живется. Так, а зачем блогером быть? Да, у тебя подгорело там что-то. Да, да, подгорело я в следующий раз. У тебя мясо на сковородке, хотя бы не писать. В любом случае не пипись. Да. Да, это же без моей точки зрения. Ну, вот, очень круто, что ты не останавливаешься, и тебя это не пугает. И ты продолжаешь. Ну, например, Я говорю, что негативный комментарий зачастую больше, чем 80% останавливают начинающим блогерам. Да, конечно. Вот. Еще в школе могут обзывать тем, в университетах. Ко мне как к гуручку относитесь в школе. Я когда начал снимать, я один блогер в школе возникал больше не было. Никто вообще ничего не понимал, что происходит, что он здесь снимал. Сейчас, когда вы двигаешь, иди блогер. А сейчас я в Министерстве образования журналист. Вот так. Как вы думаете? Да, и уже ребята так... Слушай, а подскажи? А как так? Да, ну это... Блогерам очень классно быть, если тебя в жизни не слушают. Да, вот, то есть, ты, к примеру, общаешься вот с родителями, да, вот, они тебя осаждают как-то. Ну, не у всех хорошие отношения с родителями, давайте так. А родители, это самое главное, все идет из семьи. К маме приходишь, к примеру, папа, а смотри, а ты что за говно там? Вот, соответственно, видеоблогерство, это такая классная штука, ты можешь поставить камеру и рассказать нереальному количеству людей свою идею. Тебя никто не заткнет, блин, тебя будут слушать, тебя никто не перебьет. Поэтому блогерство, как такой метод донесения своего, чтобы тебя услышали, у нас же как, особенно вот дети, подростки, там, ну и люди в более взрослом возрасте, если они не перерастают это, мы всегда хотим доказать что-то, чтобы нас уж слышали, вот, один из методов блогерства. Потом просто тебя начнут приглашать, как вот меня на встречи на разные, я вот уже общаюсь не как человек, который хочет вам что-то донести, как что-то передел, я, м-м-м-м, и потом скажу, не скажу, вот. Становишься блогером, становишься авторитетным, за тобой хотят следовать, на тебя хотят походить. Ну, опять же, тут в зависимости от цели, что ты хочешь? Если хочешь стать миллиардером, миллионером, нужно уложить силы. Ну, во-первых, да, уложить. Я вообще вас призываю, прежде всего, становиться блогерами, чтобы людям рассказывать про добро, про что-то хорошее, про любовь, про взаимоотношения, то есть поддерживать людей всячески. Я выложил видео, у меня подруга есть, у которой анорексия. Вот, я выложил видео в поддержку девчонок с гульми, с анорексией, видео набрало, ну, немного, там, тысяч семь просмотров, и девчонки мне писали, что я плачу, спасибо тебе большое, ты меня поддержал, меня никто не понимает. Я раньше очень сильно заикался, невероятно, я когда в школе выступал, вот так, урок истории, я подготовился, вообще жесть. Готовился, параграф нужно ответить, иначе будет тройка в четверти, нужно исправить. Вот, я встаю, спина потеет, кто-то из вас заикался мне? Да. Спина потеет, мандаж, ну, такой голос. Вот, я, короче, не сказал так ни одного слова, я вот так вот сел, я сказал, я не готов. Вот, я снял видео, как я избавлялся от заикания, там 70 тысяч просмотров, люди тоже пишут спасибо, вы не представляете, я и гадалком ездил в Сочи, там очень интересный обряд у них, они берут яйцо, яйцо и водят его по голове, потом его разбивают, а там нет, 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 ну, типа вот так вот, черная энергия, заикание, уйди, берут они это яйцо, разбивают. В тарелку, а там черная нитка. Говорит, это черная из тебя вышла, заиканная. А я просто видел так, что там она дырочка какая-то просвердила, из пихнута, да, это нет. И к логопеду ходил, короче, никто не помог, вот, делитесь своим опытом, помогайте людям, вот это важно, а деньги, они придут, все придет, это все придет, то есть главная цель, деньги это не цель, можно быть с деньгами, но быть глубоко несчастным человеком. А у вас был какой-то человек, который бы наставлял вас там, ну, где я скажу, кто-то взял? Мама, у меня очень хорошее отношение с мамой, она меня всегда поддерживает во всех моих начинаниях. И я вам так скажу, мне всегда было неинтересно общаться в компаниях, где люди бухают, курят и вот такая вся тема. Я всячески пытался, вот в школе особенно, с такими ребятами связываться, я ходил на эти вечеринки все и курил, но у меня внутреннее отторжение, короче, было, ну, это не мое, вот у меня отторжение, что вот я с ребятами где-то постоял, вот так вот, ну, не мое. Я стал искать этих вот друзей в книгах, в ютубе, стал искать этих ребят. И моими друзьями стали как раз-таки люди из книг, люди там с ютуба, это вот, к слову, вот спросила поддержка, да, я просто читал и смотрел, как, к примеру, Шварценеггер, взявил, поступил в этой ситуации, где-то отложилось. Потом, хопа, я посмотрел какого-то блогера, хопа, ммм, можно так поступать, вот, так. В плане монтажа все сугубо сам, скачивал редактор, смотрел, ни в курсе ничего не платил, самое лучшее, это если ты сам. Работает ли вы, посмотрите на редакцию? Я сейчас, в связи с текущими событиями, стал залипать на мужиков, которые скроют донатки. Да, то есть есть такая тема, строительство домов в лесу. А, это те самые индейцы, которые с Гейнери делали конфетку? Ну, типа того, да, 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 строительство домов, мне очень нравится смотреть, что еще, лекции, ученые, мне нравится смотреть по психологии, мастер-классы, развлекательные, ну, как ленту там это полистать. Ну, то есть нет определенного мира. Ну, вот у тебя, например, кто, это развлекательный. А что нужно для меня? Это просто со временем надоедает, ты в один момент понимаешь, что, ну, как бы, что, одно и то же. Ну, ха-ха, посмеялся, ха-ха, я как бы вам сказал, день потом пустой, потом депрессия, вы смотрите хихиковки, а что дальше-то? Нужно-нужно-нужно, я иногда Мартира Сана хочу, да, смешно, без этого, ну, никак без этого. Давай. Здравствуйте, меня зовут Станислав, у нас сейчас находятся ребята с онлайн-лагеря на связи, и они спрашивают, какую программу вы бы посоветовали для монтажа? Для компьютера это будет видеопад, видеопад на английском. Она очень легкая, можно монтировать видео, 16 на 9. Для телефона InShot. Сейчас я не знаю, что будет с Google у нас, если все хорошо будет Snapseed для фотографий, и у кого iPhone для фоток это Bazaart. На английском. Что, может быть еще там есть у нас? Если будут, я саду. Ребята, задавайте. А где видео? Видеопад, InShot. А с кого я? Мне 20. О, да. 13-го у нас будет 20 дней. А где работает? 20 с половиной. Получилось что-то заработать в роликах на YouTube? Я тебе больше скажу, я на YouTube зарабатывал. Активно ты? Да. Хорошо. Хорошие деньги зарабатывал, одежду покупал себе. Вот все, что на мне, это вот с YouTube. Монетизация или реклама? Монетизация в YouTube, а всякие коллаборации, бартер в Instagram. Понял. Вот, соответственно, YouTube прикрыли, сейчас что-то... Не, у меня есть, конечно, еще заработок. Но хочется все-таки в медиа. Ну, еще ищу, да. Ну, сложная ситуация. Будем искать. Ну, все получится. Главное, что есть умения и есть навыки, их можно везде применить правильно. Вот и все. Вы планируете разговаривать со сталью сети русского? Обязательно. Во всех. Я рус, что ли? Я рус. Да. Об это я не слышу. Замерно сыграло русского. Еще один вопрос у нас онлайна. Если бы у вас была возможность научиться за полчаса чему-то новому, что бы вы бы выбрали? За полчаса. Чему-нибудь новому за полчаса? Чтобы они что-то взяли и в мозг загрузили, да? Так, мне сейчас интересна постройка домов. Я бы, наверное, захотел... Как она называется штука? Плотническое дело. Плотником. Плотническое дело. То есть стругать что-то, забивать дом. Плотническое дело. Три главных правила вашей жизни. Три главных правила вашей жизни. Три главных правила. Смотрите. Быть ответственным человеком прежде всего за себя. Никто за вас не отвечает, только вы сами за себя будете. Пока что родители, окей. Потом будьте вы сами. Было бы неплохо, если бы вы эту ответственность взяли бы еще и на ближних своих людей. Тогда вообще... Первая ответственность. За себя и окружающих. Это касается тоже контента, который вы публикуете. Выложили что-то с матом. Ребенок услышал и стал надюкаться. Чья ответственность ваша? Дальше. Быть активным и заявлять о себе. Заявлять о себе. Везде участок, как во всех конкурсах. Вот. И третья. Слушайте, ну сложновато так отвечать. Третья. Третья. Быть всегда позитивным. Быть всегда... Да, все. Быть позитивным, да. Потому что, если вы всегда позитивны, от вас излучается вот эта доброта. А вот этот вот... Вот это... Кстати, мы забыли переключить. Что там дальше? А, вот. Будьте книгами, не будьте жвачками. А у нас снова вопрос с онлайн-лагеря. Как вы реагировали на то, если вас не поддерживали в этой сфере? Опускались ли у вас руки? Да, в школе было сложно. В школе, когда тебя не понимают, когда смеются, это... Ну, типа, как... Ну, не то, чтобы боли, это просто... Ну, ты, к примеру, по школе идешь, и видишь, там кто-то шушелкается. И в твою сторону смотрит. Что там? Он там выложил какой-то пароний. Это тяжеловато психологически. Вот фалтуды, да? Вот сейчас вы реально как-то... А они знали о вас? Да. Вот была еще очень интересная тема. Вот я видел одну девочку, она обсуждала меня с другими, да? Но после школы я шел в дом, она такая... О! Можешь с собой сфотографироваться? И она была первым человеком, который с собой сфотографировался. То есть, вот это такие люди такие... Ну, интересные. Ну, русские. Ну, вот эти разговоры, они как-то останавливали, или наоборот мотивировали? У меня была поддержка от мамы. Я с ней советовался, и как бы это помогало. Вот. Если поддержки нет, это, конечно, сложно. По-любому. Может быть, есть люди, у которых обратная мотивация, да? Когда тебя обзывают, а тебе хочется... Нет! 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 Я вам докажу, что я. А есть люди, которые к нам обзывают, ну, и они как-бы... Ну, и все. Куда бы вы потратили, или что бы вы сделали, если бы у вас умрет долларов? Долларов? Ну, лучше рублей. Сейчас. На образование. На книги. У меня вообще есть мечта. Не боюсь я не заявить. Ну, как-нибудь, ну, такую... К ответу денег пойти в Читай-город и купить книг. Разных, разных книг. Вот такая мечта есть, да. Я же заблажки, или нет? Ты уже, да. Давай. Что-то у вас важнее, деньги или аудитория? Это как? Ну, если, допустим, какая-либо ждастная вам что-то выбрать деньги, или все-таки аудитория? Я не за всем понимаю, смотри. Я получил очень многое бесплатно, знания. На форумах, на мастер-классах. И я хочу свои знания, которые я впитался, их передать. Я сегодня у вас выступаю совершенно бесплатно. И вообще, когда меня зовут спикером, я за это деньги не беру. Я уже много где выступал. Ну вот, я бесплатно вот. Я бесплатно получил, бесплатно вам даю. Вот закон жизни такой. Если хочешь где-то набориться, где ты бесплатно получил, жизнь где-то прижмёт. Нужно отдавать тоже, бесплатно быть. Как это называется? Быть благодарным за то, что вот ты получил. У тебя был вопрос? Да, для вас вопрос. Кто из блогеров был как бы вашим фалонит, на кого уравнялись? Может быть, тоже. Когда я начинал, это год 2015. Ну, Ивангай. Ивангай. Ну, потому что его все смотрели. Но потом, может быть, менялись и нет. Сейчас у меня уже, естественно, Евгений Ивангай. Это уже, наверное, ужас, конечно, полный. Раньше мы тут так не сказали. Ну, раньше, конечно. На нём был раз. Ну, и на блогеров этих смешинках. Сейчас кто у меня? Игорь Рыбаков. Марина Миния. Психолог. Вероника Степанова. Психолог. Хорошая женщина. Ну, слушайте, блогеры, которые доносят интересную информацию, правда. У которых можно научиться их лекции. Может быть, спикеры люди. Радислав и ещё Гандапас. Тоже спикеры интересные. Ну, много-много-много. Сейчас не смогу всех назвать. Очень много смотрю. Конкретно какого-то одного-двоих нет. У меня потоком они идут. Опять вопрос о моём лагере. Чем вы занимаетесь в свободное время? Какое у вас хобби? И коллекционируете ли вы что-то? Хобби читаю книги. Езжу в парк, тренируюсь. Снимаю видео. Медиа – это и моя работа, и увлечение. Ну, и я вообще люблю что-то своими руками делать. Ремонт как-то. Я в прошлом году сделал сам своими руками ремонт у себя в санузле. Полностью покрасил стены. Это что-то, как оно называется? Плитусы. Плитусы. Плитусы делал. Вот руками люблю. Делал позавчера кошке стойку, чтобы она выдирала ногтями, как теплочку. Мольберт делал. Кстати, из тех вещей, что я делаю руками, я с ним в ютубе делал обучалки разные. Что-то мастерить. Какие увлечения. Все-таки видео встретились при домах, да? В лесу отразились как-то. Да, да. Дополнение про тот вопрос, что важнее, имелось в виду по поводу того, что для вас важнее, допустим, канал на ютубе именно для заработка, для денег, или же он больше идет для себя, для своего какого-то удовлетворения. Я не знал, что на это можно зарабатывать. Когда я выкладывался, я не знал, блогеров, ну, кто был у нас? Была у нас Катя Клэп, Макс 100500, здесь хорошо, и все, больше не было. Я не знал, что на это можно зарабатывать. Просто хотелось людям, портфель 500 рублей, ребята. 500 рублей, портфель. Даже так сказать. Да, взять и поделиться с людьми чем-то. У меня обучалки были, как ходить на руках. Взять и передать людям, да, знания. В этом. То есть деньги, я потом уже узнал, это, конечно, классно, нифига себе. Ты снимаешь, делишься с людьми чем-то полезным, тебе еще денежка, я говорю. Отлично. Но без денежки никуда сейчас. Георгий, можете напомнить для участников прямого эфира, как называется ваш YouTube канал? YouTube канал называется Жорка. Жорка, видно. Меня зовут Георгий. Это называется Жора. А для YouTube, он же быстрая платформа такая. Жора, Жорка. У меня, да, у меня есть вопросики. Вот у нас как раз таки стартовал онлайн лагерь «Каникулы с пользой», где мы выбрали такую прекрасную смену под названием «РДШ медиа», в которой включают все три трека. Это фото и видео, это СМН и социальные сети и дизайн. В принципе, это то, чем обладают блоги. Это все ему пригодится. И вот у нас две тысячи триста десять заявок на этот лагерь. И находятся у нас там в онлайне эти ребята. Вот что ты можешь пожелать им? Они, как начинающие блогеры, они пришли с запросом «Научите писать посты, делать контент, оформлять социальные сети». Вот такой социальный. Сейчас за пять минут я научу вас снимать видео, монтировать, писать тексты. Шучу. Ну, это что-то специализированное, да? Должно быть мастер-класс по ходу, мастер-класс по видео. Первое, что вы должны понимать, как я уже говорил, у вас должно быть массово в голове. Понимание, что вы хотите до людей донести. Видео, фото, редактировать, монтировать. Это уже второстепенно. Этому можно научиться буквально за неделю, за месяц уже супер. Если вы просто будете уметь монтировать видео, фото, будете с ошибками где-то писать, люди вас не поймут. То есть у вас в голове «Вау, сейчас я расскажу, у меня такая идея». Но ты её просто написать не сможешь. Слова одного запаса не хватает. Не понимаешь, какое слово где-то будет. Вот так. Ребят, есть ещё вопросы? Просто смотрите, если нужно, ну, обучиться монтировать, ну, ищите в интернете, да? По программе для монтажа в YouTube. Как нарезать видеодорожку, аудиодорожку? Как отредактировать? То есть основные. Правила золотого сечения. Вот все его вам советую выучить. То есть это кадр, что, где находится человек. Так, так, тут, тут, не тут. Вот. Правила золотого сечения выучить, и уже очень легко вам станет в медиа. Уже и листовки будете делать, и вот такие всякие презентации. Тут правила золотого сечения. То есть тут бэнс, бэнс, бэнс. Все симметрично с этих сторон, одинаково. Пропуск, тут пропуск, между этими пропуск. Правила золотого сечения советую пока выучить. А там уже будут смежные темы, на которые можно переходить и выучить. Ну да. Там какие-то семьи есть? Смотрю в чехол. Ну, даже в таком. Нет, просто ты что-то в твоей жизни нет. Ну, конечно, конечно. Здесь хочется, чтобы ровненько все было, чётенько. Но если отклоняешься от курса, если хейтери, захейтери, это такая же, нужно этот рубеж перейти, ты просто пойдёшь дальше, а фейтер этот вот так вот, как корнями врастёт, вот так вот, ты, у тебя не получается, ты. А ты так, и дальше пошёл. То есть, да, было бы, конечно, неплохо, если бы всё шло так, как мы хотим. Перфекционизм – вау, я иду, иду, никто не взыпает, идём по пичи, как через два дня. Вот. Ну, такого не бывает. Перфекционизм – ну, да, нужно стремиться, ну, нужно понимать, что жизнь, она, конечно, разная. Отлично. Отлично. Спасибо большое. Давайте поблагодарим за прекрасное выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Наше мероприятие подошло к концу, сейчас у нас будет возможность сделать общее фото. До новых встреч, спасибо, что пришли. Пока-пока.